Мёртвое море – один из природных феноменов. Собственно, в этом названии суть этого феномена и отражена. Вода настолько солёная, что плотность её гораздо выше по сравнению с любым естественным резервуаром любой морской воды. Кроме того, повышенный уровень солёности, как полагали раньше, препятствует возникновению развитию морских микроорганизмов. Совместные исследования в акватории Мёртвого моря ведёт коллектив океанологов из Германии и Израиля. В эти дни учёные знакомят с первыми результатами своей работы. Проблема в том, что совершать погружение довольно сложно. Вы в обычном снаряжении не можете достигнуть нужной глубины, так что требуется брать с собой дополнительный груз, чтобы преодолеть силу выталкивания. В первый момент уже на глубине мы увидели небольшие участки дна, окрашенные в белый цвет. Мы не знали, что это такое, и лишь приблизившись и взяв пробы грунта, мы сумели установить, что это бактерии и иные первичные формы жизни. Это открытие повлекло серию новых исследований. Как получилось, что эти микроорганизмы приспособились к существованию в чрезвычайно агрессивной морской среде, и какое количество времени бактериям потребовалось, чтобы захватить довольно небольшой ареал морского дна. Как выяснилось, это произошло относительно недавно, и массовое развитие бактериальных донных культур началось лишь в 30-е годы 20-го столетия. Исследования ведутся на побережье, где глубина не превышает 30 метров. Предполагается, что изучаемая акватория Мертвого моря может быть расширена будущей весной. Мертвого моря может быть расширена будущей.